Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы будем кушать обалденную вкусняшу. Это, конечно же, у нас Макдональдс и напиток у нас обычный Капи. Взяла наггетсов, конечно же, но как же без них? Как можно жить долго без наггетсов? Это просто будет жизнь несчастная. Изначально... Хотела снять АСМР. То есть без болтологии, просто как Наташа, боюсь, сесть, ударить по столу и снять. Но я... Должна вам кое-что рассказать. У нас коллега на работе... Вечно участвовал в этих во всех гивах. И вы не поверите, он выиграл 12 айфон в гиве блогера. Честно, у меня из родственников, из знакомых никто ничего никогда не выигрывал в гивах. Он такой радостный. Сегодня я была на работе, но так чисто зашла, кое-что забрать. Мне предложили кусок пиццы. Я, конечно же, согласилась, как бешеная налетела на эту пиццу. Я говорю, в честь чего это у нас? Пиру здесь на весь мир. Мне объяснили, что наш коллега, он выиграл телефон. Айфон в гиве. Сказал, что подарит жене, потому что у него хороший телефон. У них вообще так прикольно. Покупается новый телефон, последний, какой вышел. Он отдает этот телефон жене. Новый. Ее старый телефон всегда он донашивает. Это так мило. Я своему парню говорю, тебя ждет та же самая участь. Мне кажется, мужчина в таких мелочах может уступить своей женщине. Так вот, телефон, который он выиграл, он сразу же подарил своей жене. Как же вкусно. В гости пойду сытая. Чисто на чай. Изумительные луковые кольца. Вот вижу такие пары. Дружная семья. Все любят друг друга. У всех хорошие отношения. Живут отдельно. Отдельно от родителей. Есть отдельное жилье. То есть смотришь на них и понимаешь, что тоже хочется выйти замуж. А иногда смотришь на некоторые пары, на неудачные какие-то случаи. У меня, например, двоюродная сестра вышла замуж. Что только она не пережила. И лопаткой по башке ей давали. Она внутри настолько искренний, добрый человек. И прям жалко, что таким добрым, хорошим девушкам достаются такие козлы. И еще знаете что? Муж какой-то тиран. Говорят, нет. Мы живи с ним дальше. Живи. Зачем? Чтобы он в конце руки отрубил, как этот случай, помните? Четыре года назад. У нас просто на Кавказе развод это прям крайняя мера. даже если ты не любишь уже человека. Даже если кто тебе понравился на стороне, все равно ты вынужден и обязан ради детей жить вместе. Это, с одной стороны, хорошо. Дети растут в семье. Но порой люди настолько разные. Настолько разные. Даже мои родители. Они любят друг друга. У них все хорошо. Но в каких-то моментах они смотрят на мир совершенно по-разному. Никогда до развода не доходило дело. Слава богу, у меня у родителей. Но все равно бывали некоторые моменты. Я не помню, я вам рассказывала или нет. Я прям с темы на тему прыгаю. По идее, должен был быть смр. Но я не могу молчать. Это когда я с подругой сижу, кушаю где-то в ресторане. Я ей говорю, а у меня был такой случай, а у меня это было. Я такая, я это все слышала в мукбанках. Так что заткнись и слушай меня. Луковые кольца нечто. нежнейшая. Нежнейшая. В общем, мои родители как познакомились. Я не помню, я вам рассказывала или нет. Если рассказывала, слушайте еще раз. В общем, моя бабушка искала невестку для моего папы. Папа вообще у меня не бабник. И никогда не был бабником. Он в этих во всех женских делах, даже в молодости, он не был особо, знаете, такой харизматичный мужчина, который ко всем подкатывает. Абсолютно нет. Он был такой стеснительный. Не любил там лишнее выпендрожничество. У него, кстати, не было первой любви даже. Какой-то смешной историей. Например, у моего дяди он был влюблен в свою учительницу, приходил домой, говорил моей бабушке, что когда я вырасту, обязательно жени меня на моей учительнице. Но все, конечно, просто смеялись над этим. А он такой сам харизматичный такой. Папа это больше, как я. Мы с папой в этом плане одинаковые. Я тоже, вот я не способна изменить. Даже не из-за того, что я такой ангел. Просто мне в лоб. Вот, например, расстаешься с одним парнем, потом узнаешь его, спрашиваешь, а какой твой любимый цвет? А где ты живешь? А сколько тебе лет? Мне просто кажется, это очень тяжело и трудно. В общем, у папе уже было где-то 28 лет, и он уже решил, что женится. Но не было девушки подходящей, которая ему нравится. Бабушка решила наводить справки, где можно найти воспитанную, красивую, умную резгинку. Папе было 27-28, и он не хотел сильно младше себя. Вы знаете, у нас на Кавказе иногда бывает мужчине 40, он ищет помоложе, вот помоложе. У меня отец не такой, папа подумал, что лучше будет ровесница или помладше где-то в этом возрастном сегменте, так скажем. Главный критерий для папы, чтобы она была резгинка. Чтобы знала резгинский язык. Была симпатичная. И одна из родственниц мамы очень порекомендовала маму. Они сказали, что Гюль, Гюля ее зовут, очень работящая, воспитанная, умная, из хорошей семьи. Папа в то время работал в полиции, но он сразу надел форму, и они пошли просто чисто в кости посмотреть. И сразу папе приглянулась мама, а мама очень испугалась. Она думала, вот полиция пришла, наверное, что-то не так, у нас какие-то проблемы. Просто так незнакомые полицейские приходить не будет. Но у меня папа как пришел, сразу вот так вот дал руку маме, чтобы поздороваться. Мама не пожала руку. Папа у меня вообще всю жизнь был очень современным человеком, и до сих пор до него не доходят вот эти вот ой, я такая недотрога, не знаю, такие вещи до папы не доходят. Он больше европейского мышления человек, я бы так сказала. они пришли. Они же должны что-то сказать, когда приходят в гости к незнакомым людям. Отец моей мамы был мельником, и они начали втирать, что типа им нужна одна из их мельниц. В общем, типа они пришли по работе. Но бабушка со стороны мамы сразу учуяла, что это неладно. Потом уже во второй раз, когда уже они приходили, бабушка сказала, что я пришла свататься к твоей дочке. Вот я не понимаю, как можно один раз увидеть человека просто в столе, посмотреть на его фигуру и сделать вывод женюсь. На нынешний момент мне кажется, это невозможно. Сейчас люди не просто внешне красивого человека, а внутренне одинаково по духу. в то время не было телефона. Когда мамин папа дед узнал о том, что они пришли свататься, дед сказал, что я вот так не могу принять решение, мне надо посоветоваться со своей дочкой, что скажет она. То есть опять же, ребят, даже в те времена не было такого, что прям насильно выдавали замуж, непонятно за кого. В то время тоже были пары, которые любили друг друга, например, бабушка 32 года рождения, и в те времена у бабушки была старшая сестра, которая училась вместе с одним парнем, они любили друг друга и женились. Бабушка рассказывает, что всю жизнь прожили душа в душу. То есть в то время тоже были те, кто сами себе убирали пару. А потом они поженились и у них появился сын, потом у них появилась дочь, папа очень хотел, чтобы у него был второй сын. Сейчас папа считает, что он был совершенно неправ, когда говорил, что хочет еще одного сына. Хорошо, что родилась дочка. На этом все. Осталось только картошечка. Я наелась. Всех люблю. Целую. С вами Блайка Эмили.